Технический сбой кассовых аппаратов пообещали устранить еще накануне вечером. Посмотрим, удалось ли наладить систему. Кассовые аппараты работают, но вот кассиры, можно сказать, не в полную силу. Кассовые чеки до сих пор не выдают. Взамен это вот такие вот товарные чеки, но их дают только если только очень сильно попросить у кассиров. При этом альтернативу кассовому продавцы должны выдавать обязательно, но при современном потребительском потоке, соблюдая все правила, практически нереально. Для руководства магазинов этот технический коллапс обернулся ненужной предновогодней головной болью. Вы даете кассовые чеки сегодня? Я не даю ни по какому вопросу. Начиная с Владивостока и дальше по всем часовым поясам страны, кассовое лето оборвалось практически в каждом регионе. Эксперты связывают технический сбой с автоматической системой обновления машин. Обновить программное обеспечение этих касс необходим был порт, который есть только в очень старых компьютерах, либо продается отдельно. То есть современные компьютеры такие порты уже не ставят. И поэтому вот в процессе поиска возможностей сопряжения с компьютером для накатывания обновлений, на это ушло как раз очень много времени. Налоговая служба и сегодня ограничилась лишь сухой информацией на своем сайте. Считать, что инцидент комментировать больше пока нет смысла. В связи с этим налоговая служба напоминает, при корректировке более ранних расчетов формируется кассовый чек коррекции. Таким образом, в случае технического сбоя после восстановления работы кассы, пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки. При этом эксперты считают, что сбой мог оказаться и преднамеренным. Есть одна из версий, что возможно это был намеренный взлом, потому что 20 декабря, говорят, в таких сетях, в магазинах, один день кормят, один месяц летний, поэтому таких совпадений на наш взгляд просто не бывает. Чем объяснять, что нету кассового чека? Сказали сбой. Предлагали товарищи? Нет. Поскольку обошелся торговым сетям технический сбой, магазины не спешат раскрывать цифры и появятся ли пробелы у налоговой службы, покажут уже отчеты и уже другой вопрос, не лягут ли потери сетей на кошельки покупателей. Альбина Менебаева, Марацейт Гараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова